Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии во вторник. Меня зовут Александр Наконичный. И сейчас мы с вами разберем ключевые события текущего дня. В первую очередь хочется отметить, что вчера прошло заседание ОПЕК. И как мы с вами ранее помним, Артем Деев заявлял, что Саудовская Аравия сократила искусственно цены на нефть для того, чтобы привлечь к себе больше покупателей. И они очень успешно это сделали. Сейчас цены на нефть действительно у них самые выгодные, что, конечно, привлекает огромное количество покупателей. Они борются за рынок и делают это очень успешно. Наверное, Саудовская Аравия сейчас единственная страна, которая может себе это позволить. И на этом фоне, на вчерашнем заседании ОПЕК, Саудовская Аравия заявила, что цены мы повышать не собираемся, нас все устраивает. В свою очередь, такие странные добычники нефти, как Ирак, также заявили, что мы в таком случае не будем сокращать добычу, мы оставим ее на прежнем уровне и будем также пытаться увеличивать. Как видите, по рынку нефти на текущий момент времени позитивных новостей нет. Поэтому ключевым уровнем по нефти марки Brent я продолжаю выделять 39,39,35. И при пробое этого уровня вниз самые ближайшие цели – это 37,37,5 долларов за баррель. Сегодня в 11.00 по Москве также будет доклад Международного энергетического агентства. Посмотрим, какие данные будут опубликованы. Но, на мой взгляд, никакого позитива нет. Единственное, что сейчас сдерживает нефть от резкого падения вниз, это ураган Салия в Мексиканском заливе, из-за чего сейчас как раз-таки добыча нефти в море сократилась на 21%. Здесь также добывают и газ, добыча газа сократилась на 25%. Поэтому по газу сейчас также ждем дальнейшего роста. Но по нефти, да, это сдерживающий фактор, но не настолько сдерживающий, чтобы прямо развернуть цену. Я все-таки сторонник того, что цена на нефть сейчас будет падать. Сегодня в 12.00 по московскому времени также выйдет отчет экономического настроения от ЗЕВ. Считаю, что это действительно может повлиять на евро-доллар. Мы с вами уже вчера говорили о том, что цели на текущую неделю по евро-доллару – это 1.1950, такая оптимистичная цель, очень достижимая. И 1.20, такая уже менее достижимая цель, но также она реально на текущей неделе. Поэтому сейчас цена торгуется в районе отметки 1.19. После выхода событий в 12.00 я считаю, что евро-доллары продолжат свою восходящую динамику. Мы с вами достаточно длительное время, уже, наверное, несколько недель ждем новостей от новостей по новому пакету поддержки экономики США. Мы ждем роста фондового рынка. Но пока каких-то новостей нет, фондовый рынок постепенно также продолжает расти. И ключевой инструмент, который, как правило, растет после каждого нового пакета поддержки экономики США – это золото. Золото несколько дней находилось в консолидации, и текущей отметкой 1.1968. Вчера золото оттолкнулось от своего уровня поддержки, начало рост. Я считаю, что сейчас золото будет входить по-прежнему в восходящее ралли до цели 1970-1980 и до 2000 в перспективе. Но на текущую неделю я бы поставил цель 1980 и рассматривал бы только покупки. По золоту сейчас никаких продаж, на мой взгляд, быть просто не может. И в завершение также хотел отметить британский фунт. Фунт-доллар сейчас находится по-прежнему в нисходящем канале. Если открыть график H4, то это очень хорошо видно. И опять-таки здесь ситуация с Brexit, которая, мы все помним, дату 15 октября. Если никаких договорённостей не будет, то Британия будет выходить по жёсткому сценарию. Конечно, это очень негативная новость для британского фунта. И с точки зрения технического анализа, на графике H4 сейчас я вижу хорошую точку для входа на продажу. Напомню, что ключевым уровнем будет 1,2770. Именно от этого уровня цена может отбиться. И если она его пробивает, то там открываются новые цели до 1,26-1,25. Желаю вам успешной торговли и всего наилучшего.